Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые телезрители, вновь на телеканале Видное ТВ, программа «Квартирник». На эту передачу мы приглашаем людей, которые доказывают своим творчеством, что они любят музыку, что они играют ее для себя, играют ее для вас. И сегодня мы хотели бы именно это и услышать. И сегодня пригласили ко мне в гости группу «Зеркало». И позвольте сразу представить вам состав и участников этой команды. Здравствуйте, ребята. Это группа «Зеркало». Позвольте представить. Алексей Фадеев, Василий Спиридонов, Лена Дьякова и Андрей Сидоренков. Здравствуйте еще раз, ребята. Спасибо еще раз за то, что вы пришли ко мне в гости. Давайте, естественно, мы сегодня поговорим о музыке, поговорим о том, как вы ее делаете, зачем вы ее делаете и так далее. Может быть, чтобы наши телезрители уже прямо сейчас поняли, что они в течение этого часа услышат. Давайте, может быть, их сразу настроим на тот лад? Давай. Хорошо? На тот лад, который мы сегодня услышим. Что сейчас прозвучит? Есть название у этой нетленной композиции? Прозвучит песня, которая называется «Сто тысяч лет». «Сто тысяч лет». Да, обычно мы с этой песни начинаем наш концерт. Так сложилось почему-то. Ну, не будем нарушать традиции, и давайте тоже с этого начнем. Мы готовы. Поехали. Давай, Вася. Раз, два, три, три. Раз, два, 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 три. А может, имид мы живем на этой прекрасной земле? И куда мы идем? И чего ты достиг на этой прекрасной дикой земле? А может, жизнь это просто-просто И снов череда И зачем суетиться тогда нам зазря И чтоб пытаться понять Откуда мы и куда О чем послания древние нам говорят Эй, там за окном Тротнул рассвет Звездную ночь Ветер проснется потом И облака двинутся Сотни тысячи лет А может и миг Продолжается та же игра Но мы верим, что мир Мудр и велик Он откроется нам, когда будет пора А звезды так близко-близко Рукой только тронь И странно, но небо открыто всегда Нарушая покой И холодный огонь Обжигает поэтов сердца ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Вот это спасибо! А вот мне сразу же, прям с первой песни, понравилось! Понравилось, действительно здорово! Спасибо, спасибо, здорово! Вот хотел бы что узнать. Ну, давайте, во-первых, мы уже познакомились, да, теперь давайте познакомим наших телезрителей. Вам хотелось бы сказать, что 541-2540, звоните, пообщаемся, может быть, у вас есть какие-то вопросы вы хотите задать и так далее. Первое, что хотелось бы спросить, как вообще вы собрались, насколько я знаю, из разных городов, разных, я не знаю, наверное, музыкальных каких-то мыслей и так далее. Алексей, тебе лежать ответ сейчас. — Начало было в 2000 году. Хочу сразу сказать в прямом эфире, в связи с тем, что сейчас действительно команды, наверное, три или четыре, да, Андрюш, Зеркало существует. Вот мы, когда назывались Зеркало, мы, значит, заглянули честно в интернет, посмотрели название, пробили, была одна команда в городе Калуги, которая, какой-то детский коллектив. — А еще тут московский был? — Нет, нет. Поэтому, в общем-то, первое, которое — Зеркало, да. И потом, вот с 2000 года, сколько прошло времени, смотрели, одна, вторая, третья, ну, из других городов, правда. — Понятно, что как назовешь корабль, так он и поплывет. Почему Зеркало? — Ну, мы какое-то вкладывали, конечно, изначально такой некий философский смысл в это название, потому что, в общем-то, все в природе построено по принципу Зеркал. То есть, да, мы видим, это отражается, то есть слышим. В общем-то, и если уж так идеализировать, то, в общем-то, состояние, к чему надо стремиться, самое идеальное состояние — это состояние просто Зеркало. — Группа Зеркало, она образовалась, она менялась, менялись ли исполнители, в каком сейчас вы играете составе и так далее. — Да, сегодня у нас вообще такой квартирник, получается, очень хороший, приятный. — Да, по-домашнему все, да? — По-домашнему, да, у нас акустика, потому что вообще у нас Вася играет, вот сейчас он играет на большом барабане. — Вася играет на всех инструментах, даже, по-моему, которые не существуют. — На такой огромной ударной установке он играет. — Лена играет еще на клавишах. — Очень приятно. — Да. Андрюша играет на электрогитаре, еще у нас есть бас-гитарист, у нас еще, на самом деле, есть музыканты, которые с нами принимают участие, у нас есть баянист Илья Лапин. В общем-то, изначальный состав был Андрей, Илья Лапин. — Ну, около 30 человек. — Чуть поменьше, и я, да. То есть тоже состав собирался акустический, потом потихонечку начали добавляться. — Алексей, насколько я знаю, музыку и слова к своим песням ты пишешь сам, да? — Кроме инструментальных. У нас еще есть инструментальная композиция, которую, конечно, мы не сыграем сегодня. — Скажи, как меняется твое, я не знаю, музыкальное мировоззрение с приходом новых, я не знаю, людей? Меняется ли стиль, направление и так далее? — Нет, в общем-то, стиль выбран был изначально. Не то, что... Но сейчас, кстати, тенденция в музыке пошла такого облегчения. То есть все-таки больше фолк идет, больше возврат к живым инструментам. — То есть аэросмит, гиз, ушли, мития. — В том плане, я в плане, что действительно, я смотрю по клубам, я еще тоже работаю звукорежиссером, и вижу много молодых команд. Идет тенденция облегчения музыки, это так и есть. А мы не подделаемся под это, мы изначально так, в общем-то, стиль рок, такой русский рок и фолк. — Вот что, кстати, я хотел задать, да, что за стиль вы играете? — Больше на... рок-фолк-рок. Вот так вот. — По первым аккордам, которые, да, мы услышали, сейчас... Ну, я не скажу, что это копируется, не скажу, что это похоже, но все равно какие-то определенные ноточки проскакивают, может быть, Гребенщикова. Есть такое? Или мне это просто послушалось? — Нет, у нас есть такие очень хорошие, приятные сравнения с Гребенщиком, с Цоем, с Шевчуком. А с кем нас еще сравнили? Ну, так вот такая... — Что мы, наши телезрители, не сравнили вас ни с вышеперечисленными товарищами, хотелось бы услышать то, что вы играете, и чтобы они вас сравнили именно с зеркалом, именно с вашей группой, да. Давайте послушаем музыку. — Давайте, давайте. Следующая песня называется «За облака». В общем-то, одна из первых песен, с которых мы начинали. Кстати, в акустике. «За облака» Дальняя дорога 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Мы с ним работали вместе. Пещем, лазаем. Ну, получается, что-то такое. Вот скажите, понятно, все люди разные и так далее. Разные по характеру, по своему музыкальному мировоззрению и так далее. За счет чего вы держитесь командой? Что вас объединяет? Понятно, музыка. А еще что-то? В человеческом, может быть, что-то плане? В человеческом тоже. А что? Дружба. Так. Алкоголь. Нет, нет. Это не в эфире. Нет, алкоголь нет. Наркотики, алкоголь нет. Хорошо, что нет, конечно. И секс тоже нет. Да нет, ну, мы же долго собирались. Да, вери, да, вери. Не надо оправдываться. Да, и трудно сказать. Вот собрались, вот мы сейчас вместе на сих пор. Несмотря ни на всякие там трения и так далее. Слава Богу. А трения бывает вообще? Вот на репетициях, например, ты говоришь, давайте, ребят, эту вещичку сыграем. Нет, это нормально вообще. То есть это нормальный творческий процесс? Конечно, конечно. Не до драк, конечно. Ну, так доходит. Бывает, бывает. Это нормальный процесс. Надеюсь, Лену не обижаете. Все-таки она единственная девушка в вашем коллективе. Лена, пожалуйте, мне сейчас. И сейчас можно. Есть такая возможность. Попробуй. Нас видят тысячи человек, поэтому у нас репетиция в понедельник. Вообще-то меня тяжело обидеть. Да. В принципе, не обижают. Надеюсь. Пока. Так и будет далее. Я думаю, Алексей нас еще всех объединяет. Своими мыслями, своими стихами, своей музыкой, своими какими-то взглядами. И я думаю, вообще собрались люди в зеркало, именно в близкие, по духу. Ну, если что, знаете, обращайтесь прямо к нам на телекомпанию «Видное ТВ». А у нас есть телефон 541-2540. Звоните. Если будет вопрос, пообщаемся. У нас есть уже сейчас, наш телезритель дозвонился. Если мы можем, да, уже пообщаться. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Приветствую, Олег. Это Евгений беспокоит. Да, Евгений, здравствуй. Коля, речь зашел разговор о музыкантах составит. Мне вот интересно, вот я увидел Василия, который играл во многочисленных группах. У меня вопрос такой. Вась, а вот с чего началась вообще твоя творческая жизнь? С какой группы, может быть, или с каких групп начиналось все? История интересует. Я задавал этот вопрос уже Василию, он обошел его стороной, так не ответил. Да, 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 вот поэтому я... Он стесняется, что закончил консерваторию в Лондоне и Париже потом. Не хотелось бы просто рассказывать целый час, может быть, как-то покороче рассказать. История такова, спасибо за звонок. История такова, что когда я учился в ПТУ, мне было 13-14 лет, естественно, как обычно это бывает, в коморке, что за актовым залом, в школьной оркестре. Ну, кто не был в этом оркестре, да. Да, естественно. Там все играли. Мне тоже захотелось. Я пришел, взял гитару, начал там играть. Поиграл. Примерно два раза я походил, потом думаю, а почему бы не попробовать на барабанах. Сел, поиграл на барабанах. На барабанах мне понравилось больше. Конечно. И мы там сделали первую группу. То есть она... Первую рок-оперу. Да, она, естественно, называлась «Никак». Поэтому играли мы ничто, как обычно это бывает. Потом мы сделали уже в «Видном» группу с Евгением Ворониным, который играет в группе «Серебряный город». У нас была группа такая, «Детрайт». Мы играли здесь. Потом меня забрали в армию, мы все дружно меня отправляли. Ну и там я умудрился тоже играть на барабанах в армию. То есть ты играл в военном оркестре практически так... Олег, смеешься, знаешь, как тяжело. Я ли не знаю, я сам в армии играл в оркестре. Мне ли этого не знать? Значит, тебе знакомо это, когда левое плечо накачивается больше, потому что тарелки тяжелые. Да, и после двух часов такой игры можно... Конечно. Потом после армии была группа «Свободное поселение» здесь тоже видновская. Группа «Сленг», которая до сих пор тут существует. Если мы сейчас на него начнем перечислять все группы, в которых ты принимал участие, что действительно нам не хватит времени. Друзья, давайте мы перед этим буквально разговаривали о единственной девушке, которая в вашем коллективе. У нас есть телезрительница, которая вас смотрит. Есть что-нибудь для посвящения нашим прекрасным дамам? Может быть, какой-то такой романтик? Обязательно. Поиграем? Послушаем? Да. Такой чуть... Мы сейчас чуть-чуть спокойненько сыграем, а потом пошумим немножко. Да-да-да. Шуметь тоже надо. А как же? На выбор, тихо-тихо или снег? Что играем? Снег, конечно. Снег, но тихо-тихо, да? Да. Тихо-тихо, играем снег. У нас есть такая песня, тогда я просто меняю патрон. Очень любят девушки эту песню. Она называется «Снег». Не, я не буду, я вообще без гармошки. Неудобно с ним. Ну что ж. Песня называется «Снег». Снег, поехали. Снег, падая с небес, Как талая вода Сбегает по ладоням От твоего тепла. На линиях в суде Единная игра Единым узором А с тобой сплела Здесь, сейчас И не напрасно И пускай зима И не на стену И это решено Кем не знаю Там, наверху Где-то там, наверху Ты рядом со мной Большего мне Кто пожелает Я Сердце свое Тебе отдаю Пусть оно тает Тает, как снег В ладони Твоем Сгорая Холодным огнем Тайну раскроем А нас сами Только Вдвоем Два берега Одной большой реки Сошлись на миг Излучине Судьбы Два пленника Такой большой земли Случайно Встретились В преддверии Зимы Снег Первый зимний снег Как первая любовь Таинство природы Послание богов Невинная игра Замерзшая вода Падает в ладони Прямо с собой Снег Кружит Все Осыпается Завтра К утру Он весь растает Но И это решено Кем не знаю Там Наверху Где-то там Наверху Ты Рядом со мной Больше Мне Кто Пожелает Я Сердце Своё Тебе Отдаю И пусть Оно Тает Тает Как снег Ладонь Твою Сгорая Холодным Огнём Тайну Раскроем Оно Сами Только Вдвоём Два Берега Одной Большой Реки Сошлись На миг В излучинах Судьбы Два Пленника Такой Большой Земли Случайно Встретились В преддверии Зимы Редактор субтитров Редактор субтитров Действительно Была бы тогда Полная Гармония У нас есть телефонный звонок Нашего телезрителя Давайте пообщаемся Здравствуйте Алло Добрый вечер Представьтесь пожалуйста Меня зовут Игорь Игорь Здравствуйте Добрый вечер Еще раз Я тоже творческий человек И Хотелось бы узнать Когда У Команды Верба Вообще Состоится В каком-нибудь Клубе Концерт Только в электронном виде Концерт Да Имеется Когда Может быть Вас Еще Можно увидеть Не только На телеканале Видное ТВ Но и Вживую Может быть На каком-то Концерте Адрес сайта Я дам адрес сайта И скажу Ближайший концерт Когда у нас Значит У нас два сайта Первый Который легко Запоминается Зеркало Бэнд Точка Ру Бэнд Музыкальный Да То есть В одно слово Зеркало Бэнд Точка Ру Второй сайт Ближайший концерт У нас 17 апреля В клубе Сильвер Вообще Будет информация На сайте Как проехать На сколько Поэтому Приходите Ждем Такой вопрос Который Хотел бы вам Еще задать Вот скажите Когда вы Начинали Свой Путь В музыке Вы вообще Задумывались К чему Он Придет Этот путь К чему Он приведет Этот путь К чему Вы Идете Скажем Так Честно Говоря Такой вопрос Интересный Я Лично Не задумывался Я просто Делаю То что Делаю И все Потому что Сложно Да Наверное Если задуматься Что-то пойдет Не так Что-то будет Мешать Конечно На первом месте Должно быть Обязательно Творческий Процесс То есть Желательно Чтобы Поменьше Что-то Этому мешало Вот Естественно Что нужно Заниматься Попутно И там И работать И заниматься Другими проблемами И договариваться О концертах Общаться с директорами Финансовые вопросы И так далее То есть в принципе Не результат А действий Скажем так Само Действие Я задавал Я задавал Уже этот вопрос Но тем не менее Быстро Если можно У нас есть Телефонный звонок Телезрителя Хочется стать Кумирами И идолами Музыкальными Известными И популярными И богатыми Богатыми Конечно Конечно Хочется Вот Просто не надо Скромничать Ребята У нас есть Телефонный звонок Здравствуйте Представьтесь Пожалуйста Да Если можно Чуть погромче Алло Еще раз Добрый вечер Это вам снова Заводит Игорь Вот Потому что там Что-то Связь было Я вам перезвонил Да Два вопроса Для каждого Из участников Для каждого Важно Сначала Что Деньги А потом музыка Или музыка А потом Уже Деньги Ага Понятно Да вопрос Нет Вы слышали Да Да Именно музыка Главная Именно музыка Главная Ну это же Хорошо Это же Хорошо Если музыка Главная Агна главная И в нашей Программе На квартирнике Раз уж Это так Давайте Еще музыку Давайте пошумим Давайте пошумим Давайте пошумим Благо я уже Я сегодня договорился С своими соседями Сказал им Что У меня квартирник И они сказали Играйте Ребята Играйте Я знаю Это замечательные музыканты Поэтому шумите Давайте пошумим Сегодня Песня называется Домой Но мы еще не уходим Договорились Домой Еду Еду я по свету Темная Сменяя полюса На распутье Я монету Достаю Бросаю В небеса Домой 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 Рыщу Домой Поехали Домой Поехали Домой 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 Еду я Домой Домой Следую Домой Погромче Погромче Включи Тем более Такая действительно Классная музыка И Замечательная команда Алексей Расскажи Пожалуйста Вот такой еще вопрос Как ты Как ты находишь Скажем так Как ты находишь Эту музыку В себе Вот Не буду хвастать Так Не надо Да Хвастать не буду Но вот Вот такое ощущение Когда вот песня Действительно Получилась Удалась Вот такое ощущение Что это случайно Получилось Хотя случайности Не бывает Случайности Не бывает А что сначала Скажи Приходят стихи Или музыка Музыка То есть сначала Музыка А уже То есть это Категоричные То есть по-другому Не бывает Ну было пару раз Как-то мне дали стихи Ну в основном Мелодия Потом стихи Как часто Как ты их записываешь Ты просыпаешься ночью Или ты едешь в метро Что-то там Это в голове Постоянно кружится Ты напеваешь На диктофон Это Как ты запоминаешь Мелодия Приходит достаточно В общем-то Легко А стихи Это вот уже Для меня Так вот париво Честно говоря Потому что С ними я мучаюсь Париво Это не паливо У нас есть телефонный звонок Телезрителя Здравствуйте Представьтесь Представьтесь Пожалуйста Здравствуй Это брат Мне звонит Здравствуй Брат Это брат Как не вижу Саша Знаешь Откуда Энергия Берется Из космоса Спасибо Что Позвонил Вот так Может быть Есть кому Вопрос Еще задать Нет Вопросов Больше не поступило Кроме как К Василию Василий Расскажи что-нибудь О космосе Я вижу Ты о нем Знаешь Практически Практически Все Практически Все Где Где силы Силы Мне Леша Рассказал По секрету Он сказал Что человек Питается От космоса На 80% А 20% Энергии Мы получаем От пищи По секрету Рассказал Не говорил Такого Что это за философия Леша Скажи пожалуйста Это философия Группы Или Никаких Наркотиков Никакого Пьянства Мы это слышали Физкультура 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 и спорт Одно и то же Не ну это так Читаем конечно Литературу всякую Почитаем Как же без этого Все наверное Если Если подходить По более Скажем так Серьезному Да Масштабу Все таки То что вы сейчас делаете Играете Это хобби Это профессия Если это хобби То чем еще занимаетесь Хотелось бы Чтобы это было профессией Но не получается Конечно это хобби Потому что В общем то Играем концерты Ездим по фестивалям Но В общем то Заработка такого нет Как хотелось бы Пока не проживешь на это Хотелось бы Я так спрошу Тем не менее В гражданской Скажем так Жизни Чем занимаетесь? Ну То как я Вот например Подрабатываю еще тем Что Звукорежиссером Пока Сейчас буду еще Что-нибудь искать Андрей Загрустил Чего Давай расскажи Уже Расскажи Чем Чем Происходит Твой заработок Чем Зарабатываешь На жизнь Колеса Колесами? Да Ну Я имею ввиду Нормальными Нормальными Колесами То есть ты Водителем Да? Или что? Ну да Сам на системе Лена Я уже сразу К вам вопрос Как у вас Происходит Жизнь Личная Я художник Дизайнер По образованию Дизайнер Рекламы Когда я переехала В Москву Так получилось Что первая Моя работа Это была Детская упаковка Для мягких игрушек А вторая Моя работа Собственно По сей день Это упаковка Для детских Кондитерских изделий Шоколадки Печенье Зефир Вот Для детей Рисы Вот я Сейчас Послушал Да Это и звукорежиссер И водитель И дизайнер Еще один звукорежиссер А это вообще Я даже не знаю Уже Даже Опять-таки На перечисление Вы просили Если идет Немало времени У нас есть Телефонный звонок Нашего телезрителя Здравствуйте Здравствуй Олег Здравствуй Как зовут? Меня зовут Леша Ты меня знаешь Я на Волге Раньше Водителем работал Здравствуй Очень приятно Я просто сейчас увидел Я хотел узнать Вообще Что за группа Вообще сейчас Ну сейчас услышал Очень интересно стало И второй вопрос Вообще На радио Вы Вы выступаете Вообще На радио Потому что Я бы с удовольствием Наряду Слушал с такими группами Как Крематорий И Калина Очень похоже Но очень интересно Вот Вот Пожалуйста Такой вопрос Действительно Есть Ротации На радио Была прекрасная передача Миша Антонов По-моему Ее лаборатория Была Мы там Несколько раз Принимали участие Потом К сожалению Закрыли эту программу То есть Приходишь Вживую И играешь Классная передача В общем-то По поводу По поводу Надо прийти на концерт И купить У нас Диск Мы рассказали Естественно Просто наш Алексей Телезритель Присоединился нам Чуть позже Естественно Он Не смог Понять Это группа Зеркало Группа Зеркало Замечательная группа Три мальчика Винусская Три мальчика И девочка У нас еще мальчики есть Еще мальчики есть Конечно У нас еще бас У нас еще Саксофонист Скажи Вот по поводу радио Вообще Тяжело Тяжело пробиться Вот прийти И сказать Ребята Вот наша музыка Поставьте ее в эфир Возможно такой вариант Ну Такого варианта Мы не пробовали Честно говоря Мы не пробовали Такой вариант У нас есть сведенные треки У нас еще вот осталось Немножко И по времени И в принципе Будет там Три песни Будет сведенный Диск целиком В принципе Тогда этот диск Можно уже и относить Хорошо Мы говорим сейчас о диске Но мы же все Прекрасно знаем Что исполнитель Для того чтобы раскрутиться В принципе достаточно Какой-то одной Песни Одной композиции Которую крутит 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 А потом уже в процессе Там Вторую Третью песенку Запустили И так далее И так далее Не на эту тему Не заморачивались Пока Диск выпустим Показывались Может быть где-то Я не знаю На других телеканалах Когда начинали В свое время Было очень смешно Потому что Была такая передача Клубный патруль А там только под фанеру Петь Мы же не боем Под фанеру Я не шучу Это надо уметь Действительно Попадать Потому что Надо учиться Перед зеркалом Патрироваться Опять же Перед зеркалом И мы там ржали Вообще Два раза мы там снимались И смеялись Ну может быть я не знаю Найти директора группы Там администратора Который пришел бы На радио и сказал бы Ребята Сейчас я вам заведу Такую бомбу Это группа зеркал Из города Видное И сейчас Они вам такое вспомнят Что полгода Не ну чтобы тебя Крутили постоянно Это нужно Надо платить Конечно Надо платить Все очень просто Единственное место Где не надо платить Ни за эфир Ни за песни Которые мы сейчас услышим Это телеканал Видное ТВ Отлично Давайте еще раз поем Я думаю что Плата Это то что вы делаете Ваша музыка Лучшая плата За эфирное время Давайте послушаем музыку Ну в общем то Сыграем сейчас песню Которая является Ну конечно в акустическом Варианте Нашей визиточкой Такой Песня называется Сейчас разогреемся Сейчас разогреемся Она тоже такая шумная Песня называется Сукрика Я думаю не вырежут Прямой эфир Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok После долгих путей Бессонных ночей Неизбежных потерь Открываю я дверь Ту самую дверь Ту самую О которой так много Написано слов За которой так мало Иллюзий и снов Иллюзий и снов Иллюзий Когда ты будешь готов Тебя позовет Даль Когда ты будешь готов Ты познаешь печаль Далека дорога далека Быстро течь на сука Как река Но знай что дважды Мне в нее не войти Мне в нее велика Тревога велика Но так зовут И манят берега Я верил однажды Я оборву эту нить Я оборву это Позабыв про все то Что раньше учил И отбросив все то Что здесь получил Что здесь накопил Что здесь накупил Ты залежешь поглубже На самое дно И сам увидев Познаешь Что все есть одно Узнаешь одно Узнаешь Когда приходит любовь Все движется вспять Вспять Когда уходит любовь Все замирает Далека дорога далека Быстро течь на сука Как река Но знай что дважды Мне в нее не войти Мне в нее Велика тревога велика Но так зовут И манят берега Я верил однажды Я оборву эту нить Я оборву это Я оборву эту нить Я оборву эту нить Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, мобильный телефон руководителя этой группы Алексеева, да? Ну, может быть Перезвоните нам еще Зеркало Бен.ру Перезвоните нам еще И мы обязательно, 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 обязательно зададите этот вопрос Вот что хотел спросить Есть такой, да, помним мы себе фильм шикарный В чем сила, брат? Скажите, ребята, а в чем сила музыки? Я не знаю время, честно говоря, когда музыка, скажем, да, как музыка появилась Но на протяжении всех этих веков она притягивает к себе, притягивает, притягивает Алексей, в чем, и все остальные ребята, в чем, на ваш взгляд, сила музыки? У нас вот значок Зеркало, первая буква З Да, вот это вот Но вот интересно, что совпало Так случайно Опять же, случайно Значит, этот знак, символ Обозначает звук Ом Ом, да? Это первородный звук Вообще, который появился во Вселенной Вообще, первый звук Чем притягивает музыка людей? Она как-то вот, не знаю, отражает настроение Очень Я не могу объяснить Вот я просто занимаюсь музыкой сколько лет Я не профессиональный музыкант Вот, но, слава богу, пишется И я не могу ответить на этот вопрос Однозначно В чем ее сила? В чем сила? Хорошо, Василий На твой взгляд, в чем притягательность? В разном Здесь очень много всего, что нужно ответить Во-первых, сила в музыке, в понимании ее Потом, сила есть в энергетике музыки В красках ее, в гармониях Во всем, можно сказать, что музыка – это и есть сила Вот так Подойдет? Точно Ну, надеюсь, надеюсь Вот скажи, ты говорила, что у вас есть лирические песни Есть озорные, хулиганские песни Погремим, как говорится Каких все-таки больше И как вот они совмещаются друг с другом По настроению По настроению, да Ну, вообще стараемся делать прогресс На концерте стараемся делать Чтобы не было вот такой вот одной волны Как одна песня идет, одна за одну Чтобы было все-таки разнообразие Потому что, ну, и джаз-роки у нас есть песни И в этнику есть уклон В основном рок и фолк-рок Еще раз Больше, наверное, все-таки у меня таких лирических песен Лирических А вообще Часто хулиганишь, скажем так, в музыке? Ну, вот перед этим была песня про реку Да Это я не хулиганил А это я сейчас хулиганил Я, на самом деле, я сейчас хулиганю Потому что заставляю вас разговаривать Разговаривать, болтать Лучше всего давайте мы сыграем А я послушаю музыку Потому что нет ничего лучше Нет ничего лучше И потом, действительно У вас здорово получается это Я поудобнее присаживаюсь в кресло Можно две сразу, да? Не надо Не надо Не надо Сейчас сыграем еще одну песенку Такую лирическую Она называется «Тихо-тихо» Тихо-тихо Еле слышно Дождь стучит Мельчит по крышам Отбивая ритмы Мелодично Ветра рваная Порыва Вносит свои Коррективы Очень точно Даже симпатично Ночь давно спустилась Растелилась по земле Сном спокойным И глубоким Чего ж не сбиться мне О тебе Высоко над небом Мы тянем темно-сером Горят фонтаном белым Яркие цветы О них слагают песни От них приходят вести Если интересно Я спою ноты Закрывай То свои глаза устало Засыпай В середине представлений Забывай Что нам отмеренно Так мало Не упускай Эти драгоценные мгновения Тихо Так проникновенно В такт дыханию Вселенной бьется Неразбуженное сердце Но однажды Непременно Тайной Самой сокровенной Отворится Маленькая дверца Хоть ночь давно Спустилась Растелилась По земле Сном спокойным И глубоким Чего ж не сбиться Мне Тебе Высоко Высоко Над небом Мытим Темно-серым Горят Фонтаном Белым Яркие Цветы О них Слагают Песни От них Приходят Вести Если интересно Я спою Ноты Не Закрывай Ты Свои глаза Устало Не Засыпай В середине Представления Не Забывай Что Нам Отмеренно Так Мало Не Упускай Эти Драгоценные Мгновения Не Закрывай Не Забывай Не Засыпай Малер Закрывай В Малер Продолжение Тебе От essentially Dolce Алексей, скажи, а ты вообще по жизни диктатор? Я имею в виду в музыке, да? Да, да. Если бы я был диктатор. Я в том плане, что вот если кто-то из ребят, например, скажет, Леш, ты знаешь, у меня вот пришла в голову такая песенка, я вот, давай, может быть, попробуем ее сыграть музыкой, да? На самом деле у Леши в этом отношении, что мне больше нравится, у него свободный стиль. То есть он придумал песню, показал ее, вот. А дальше мы уже сами придумываем, каждый сам уже придумывает, что играть. А он-то на самом деле знает, как ее играть правильно. И пока мы пять лет промучаемся, мы играем неправильно, мы доставляем ему большое удовольствие. Понимаешь, в чем дело? А потом, когда уже играем правильно его, ему уже, ну да, ну ладно, сыграли. Вот когда мы изначально играем неправильно, для него вот этот самый смак. То есть я просто за него ответил. Алексей, а вообще доходили до вот этого идеала, как вы сейчас Василий рассказывал, да? Не, в принципе, так и происходит, потому что есть мелодия, есть текст. Прознался. Да, а потом уже дальше идет собирание. То есть раз там дружки какие-нибудь, там кусочки аранжировочные, там ритм, там Лена что-нибудь на клавишах и так далее. Поэтому это так и есть, это творческая работа совместная. Сделать песню, написать, это вообще только половина дела. Ее надо еще сыграться, ее надо сделать, потом ее сыграть для людей. И выслушать еще. И выслушать, да, понятно. И донести до слушателя, на мой взгляд. Да. И что вообще, да, вот собираются люди, играют музыку, пишут. Конечно, мы же для людей играем, для себя. Ты правильно? А на Ваш взгляд, кто Ваш слушатель? Опишите его, ну, если получится. Кто? Наверное, разные люди все-таки. Возрастная категория? По внутреннему. Возрастная категория, я не знаю. Разная. Разная. Есть, есть, очень приятно, что приходят молодые люди на концерт, студенты послушать. Ну, я думаю, что все-таки, наверное, больше люди, которые за 30. Я думаю, так, да, 30-35 лет. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Хотел у Вас задать... Теперь уже я хотел задать Вам вопрос. Может быть, я что-то не спросил, а Вам хотелось рассказать? Есть такая тема? Может быть, что-нибудь спеть, другое дело. Вот. Вот. Наверное, да. Вот. Я тогда думаю, что правильно поступили, потому что я... Мы поэтому и говорим. Вы рассказываете все, что Вы рассказываете, Вы рассказываете своей музыкой, своими композициями. Поэтому на прощание давайте сыграем что-нибудь... А после этого мы сейчас раз, и всё, и выключится на эфир. Ну, хотел маме передать привет. Да, Лёша, приветствую. У тебя продолжатся обязательно. Ну что? Не, просто спасибо огромное Вам. Спасибо огромное, что пригласили нас на эфир. И хочется пожелать зрителям, слушателям весна. Хочется пожелать любви, хочется пожелать терпения. Это самая большая сила. И больше хорошей музыки, песен. И всё будет хорошо у нас. А я хочу передать привет... Поддержать, подтверждаем, да, всей этой музыкой. Всем своим родным, близким, всем друзьям, своей половинке любимой, которая присутствует здесь в студии. А также, конечно, дворцу спорта города Видное, баскетбольному клубу «Спартак». Большой привет. Ты передашь привет? Ну давайте, давайте, давайте уже выбирайте, что мы будем петь. Всем, кто меня знает. Хотя никто не знает, но мы конкретно. Алексей, Лена. Володя. Володь тогда передай. Поехали. Поехали, не затягиваем. Дыхание песня называется, новая песня. Поехали, не затягиваем. Поехали. Душат люди, дышат звери, Дышат все цветы, деревья. Волны, что при дороге, Тоже дышат кислородом. Даже горы и вершины Дышат ветром и в долины Выдыхают океаны. Поднимая вверх цунами, Дышат звезды, чемпионы, Собирая стадионы. Мамы, папы в закоулках, А потом рожают в моках. И профессоры, и тупицы, И уважаемые всеми лица, И мерзавец, и творец, И не дышит лишь мертвец. Баю-баю-бай, отдыхай-яй-яй. Воздуха глотая, В легкие вдыхаем, Мы один с тобою, Ты и я валую кровь, Как питание валую кровь. Голову теряем, Потому что знаем, Что у нас одно дыхание, И одна без дна. Любовь. КОНЕЦ Дышат больные, над ними врачи, И на известной картине грачи. И тот художник, что их рисовал, Тоже тогда вдохновенно дышал. Гармонисты и кузнецы Раздувают меха молодцы, Стекладуф выдувает фужер, Который купит коллекционер. А в политике на переговорах, В споре о судьбах красных народов, Вздыхают, решают, кому же Пишутся лучше, пишутся дружи. Это была программа «Квартирник». Я благодарю группу «Зеркало». Действительно, то, что они сегодня исполнили, Это, на мой взгляд, было здорово. Это было зеркальное отражение Того, что есть в музыке. И я надеюсь, что вам сегодня Это все понравилось. Мы не прощаемся. Обязательно будем Еще один раз выходить с этой программой. До свидания. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok